Родина партии Родина партии Родина партии Родина партии В подмосковной Балашихе в воскресенье вечером причиной суицида стал бытовой конфликт. Ах, какой ранимый полковник, подполковник, да? Как стало известно, инцидент произошел в 21.20 в квартире 46-летнего мужчины, сотрудника службы спецсвязи и информации ФСО. В одной из комнат нашли труп офицера. Эксперт определил, что он покончил с собой. Что скажут эксперту, то и определит. Выяснилось, что вечером после распития алкоголя подполковник поругался с женой. Возможно, это и стало причиной трагедии. Как же не стыдно всем остальным офицерам, которые с ним работали. Как же не стыдно говорить о своем товарище, что такое ФСО. Туда не возьмут легко ранимых мужчин. Они, конечно, бывают. Но только офицеры, служаки, служащие этого подразделения, знают, что они проходят проверку, жестокую, жесткую проверку на вот такие вещи. Особенно как ссора бытовая и распитие. И распитие напитков. Все это они проходят. И, друзья, конечно, если нужно убрать, то все эти ваши слабости, которые были или нет, они все всплывут. И будут говорить, да, что покончил с суицидом. Обычно это так. Ну, если не суицид, то сердце, да. Сколько таких от сердца скончалось в последнее время. А суицид тоже был. Вы помните, да, когда золото партии вывозили, сколько прыгало из окна с каких-то там этажей. То один, да, завхоз Кремля, то другой, который занимался финансовыми отправлениями за рубеж. И все они почему-то суицидом заканчивали. Ну, конечно, друзья, что может говорить народ? Народ – это управляемое стадо, которое ничего не может сказать. Но ведь вокруг товарищи, офицеры, а они тоже говорят, а что мы можем? Вот так и система работает. Видите, как работает система? Не, вы думаете, это все, что ли? Нет, друзья, это не все. 24 октября умер глава совета директоров Лукойла Владимир Некрасов. Он скончался в 66 лет. Владимир Некрасов был избран главой совета директоров Лукойла в прошлом году. Вы помните, нет? Я это помню. Я делаю ролики на эту тему. Я помню. Он был избран в прошлом году. После смерти предыдущего главы совета Равиля Маганова. Компании сообщили, что Некрасов умер. От сердечной недостаточности. Ну уж даже такие акулы, такие киты на своих местах умирают от сердечной недостаточности. И это слишком, друзья. Это действительно слишком уже. Зачистки идут ежегодно. Ведь он сменил другого Маганова. Кто-то выбросился из ЦКБ. ЦКБ – это центральная больница клиническая. Кто-то выбросился из ЦКБ. Из абсолютно охраняемого корпуса. Я там была сама. И на этом этаже, где он лежал, я тоже была. То есть просто как посетитель я была там. И я могу вам сказать. Но выброситься оттуда невозможно. А он выбросился. Пришел на смену другой. В возрасте 66 лет. По предварительному заключению врачей. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. В компании отметили, что Некрасов почти 50 лет посвятил работе в нефтегазовой отрасли, пройдя путь от слесаря-ремонтника до генерального директора «Лукойл Западная Сибирь». После чего работал в должностях первого вице-президента компании, советника президента и председателя совета директоров, всегда демонстрируя выдающиеся управленческие способности и идеи по развитию производства. Мне всегда очень нравится, точнее, очень не нравится, когда начинается вранья. Работал кем он здесь? Слесарь-ремонтник. Ну что за чушь, скажите? Ну что за чушь? А сразу потом стал заместителем директора, да? Ну попробуйте в нефтяной компании выбиться. Вот зачем эту чушь писать людям? Я не понимаю. Но вот здесь другое, совсем, которое меняет отношения. Некрасову принадлежит целый ряд успешно реализованных идей в сфере обустройства месторождений, получивших развитие в масштабе всей нефтяной отрасли и ставших основой его призвания в научной среде. В 2000 году ему присуждена ученая степень, кандидата технических наук. Вот он, слесарь, да? Кандидат технических наук в 2000 году уже. В последнем опубликованном луколом в списке аффилированных лиц за второе полугодие 2021 года Некрасов в списке акционеров не значится. Из базы СПАК следует, что он продал свою долю в размере 0,042% в 2018 году. И при этом в настоящее время он является совладельцем компании ООО ИФГ с чистой прибылью за 2022 год 1,7 миллионов рублей. Ну, это вообще ничто. Что такое 1,7 миллионов рублей? Не долларов даже, а рублей. Вы понимаете, что его заставили отдать акции? Года подписать можно, какие угодно. 2018 год, 2021. Чтобы никто потом не поковырял, чтобы придраться родственники не могли. А куда делись акции нашего папочки? А куда делись богатства нашего отца? Так разоряют семьи. Документы. Это мое личное мнение, друзья. Я могу высказывать свое личное мнение. А вы уже там как. На мой взгляд, это настолько очевидно. Человек в прошлом году, его заставили сесть в это место. Может быть, он и не хотел, но заставили после убиенного предыдущего Маганова на сегодняшний день. Год прошел. И через год он уже тоже умер от сердечной недостаточности. Какая там сердечная недостаточность? Может быть, точно так же выбросили в окно. Ему, оказывается, в Лукоиле ничего не принадлежало. Ничего. Он от всего отказался. Еще в какие-то лохматые годы. 2018, да? Ну, скажите еще, когда он вообще только слесарем пришел. Вот такая ложь. Но люди, им же все равно. Вот они прочитали, никто не задумывается. А заступиться за него никто не заступится. Но он же не заступился за Маганова, которого выбросили в окно. Не заступился. Так а в чем дело? И за него никто не заступится. Вы понимаете, какая система? Боятся все, боятся. Так же при Сталине было. Такую же систему разработали и в нынешней России. Как при Сталине. Чтобы все боялись. И никто не смел рта открыть. И так и гибнут они. А знаете, сколько их погибло уже за эти вот несколько лет? Огромное количество. И каждому пришлось отдать все, что они заработали своим непосильным трудом. Каждому пришлось отдать. У каждого забрали. А вы помните две смерти? В двух виллах убили. Сами себя убились. Папочка убил всю свою любимую семью, да? И, ну, естественно, и все акции, все богатства, все кто-то забрал. А некому претендовать, потому что вся семья была убита. В одном, а во втором случае. Это был прошлый год. Ну, а в этом году, друзья, вот такие ситуации. Если ты не сбежал вовремя из России, то читай твоя песенка «Вот так спета». Потому что сейчас швондеры пошли к власти, а им нужны места. Им не просто нужны места. Они еще хотят сесть на это место и забрать все, чем владел человек, сидя на этом месте. Он зарабатывал в течение, там, 50 лет, да? Сколько он там был? Ну, это, конечно, вранье. Ему всего 66, а 50 лет он работал в этой отрасли. Это вранье. Даже вот писать статьи не умеют. Потому что по годам можно подсчитать. Но это уже не так важно. Понять важно то, что вся жизнь его прошла здесь. Что накопил он немало в этой отрасли. Когда он возглавил эту отрасль, да? А теперь что? Ну, Олег Первый был умный мужик. Он взял просто и ушел. Договорился, чтобы его не трогали. И ушел. Отдал все, что он мог отдать. Договаривался. Что он отдаст, что он не отдаст. А у этих даже не спрашивают. Их просто вот умер сердце. А когда уже начинают смотреть документы, оказывается, у него ничего не было. Гол, как сокол. Это богатейшие, это наши люди страны. Видите? Не успели уехать. Не увели свои богатства. Думали, что вас не тронет. Потому что политика – это не ваше дело. Потому что вы полностью, скажем, лояльны к правительству. А нет, просто ваше дело нужно. Если вы богатый, вы не думаете, что вы останетесь живы. Вот это нужно уяснить многим, кто сегодня живет в России. Богатый – твое место будет занято завтра. Хороший дом – у тебя отберут завтра этот дом. Даже не надейся остаться живым. И что твоя лояльность к правительству тебе поможет, чтобы сохранить жизнь. И тем более свое богатство. Вы поняли? Я Таня Карацуба, Сеидбурхан. Хорошего дня. Хорошего настроения после таких-то новостей. 24 октября 2023 года.